вот мы находимся на хайдайвинге вот эта вышка 27 метров и наши ребята прыгают дмитрий скажите вот я хочу спрыгнуть оттуда что у нас делать какие резиночки подтянуть как поджиматься как он я себя подготовить 10 еще более нормально семерочка да можно 20 даже вопрос такой побыт бытовой у тебя никак не не могут выйти из головы эти пьяные британцы которые упали в барселоне с этой вышке как они уцелели в живых как надо спастись вот когда ты на такой высоте находишься не знаю это или только везение или чисто вот это вот как игорь симашка чисто мужик русский который сам выплывает допустим про игорь я спрошу сейчас отдельно нашу фильме бывает когда на вертолете ты летишь там с вертолета прыгают в воду там метров там 40 все его классно спасся на самом деле он же разбивается на реках в лепешку человек ну да у нас тут был случай не знаю рассказывал американец тоже там где рекламы снимался для рекламы отбил себе селезенку не ли спасли вот он здесь цели спасли да он есть побелел к вечеру не мог а сам зашел в хасан который отвечает за водолазов даже слушать 4 пути лица нет давайте поехали в больницу а там ели успею просто вырезали сезон получил скрыгать без вот результат прыжок с вертолета вроде не сильно поговорила сейчас игре симашка меня поразило 76 год рождения только один человек старше это орландо дюк 74 но он выступает настоящий мужик вот как раскрыть о нем такие прыжки делать слепые которые но это просто старая попытка в голове не укладывается орландо дюк во-первых он профессионал он прыгает уже лет 20 и он не меняет программу но и как правило так и прыгает а игорь он такой что что-то придумает новое да вот мне надо попробовать просто на самом деле сумасшедший такой прыгун да ну без башни рискует и делает приезжает там бьется да но все равно своего добивается сумасшедшими коэффициентами сложности в эти прыжки что делать просто вот артем и игр и единственные прыгуны которые делают такие слепые прыжки без пол винта вот это ты открываешь сюда видишь вот они наоборот открываются видит воду еще добавляют одно сайт это называется слепой да из-за этого сразу процент сложности когда он когда он приходит играть хочу идти на опять на новый чемпионат мира по шкарам в казани шел сигарет блин эти 38 а сейчас то всем 43 как и вот такие как вы реагируете как вот кто еще бы была у нас база было лучше что вам не хватает для того чтобы вот кстати он сказал уж не говорил он тренируется на обычной вышке я говорю разобрали на следующий день вышка которая в казанку прыгали и во мне гащи тренировать вообще нигде но мы сейчас прорабатываем сделать такой же бассейн с таким ножичком но и где она любит теретесь пока начнем с крыма он уже будет там турнир 9 10 мы приглашаем также иностранцев это бассейн будет или вы в воду стоит вышка до искать оселок 7 из пожалуйста если будете где-то там рядом приезжайте 9 тренировка 10 выступление один день да это важно иметь такую базу чтобы в крыму да да конечно вообще базу вот такую есть бассейн трансформер его собрал разобрал увез в другую страну это же бассейн с будапеште это же собственно спины они его купили они его построили игорь рассказал что за время выступления в шоу там 45 тысяч долларов в месяц плате то есть такой серьезный соблазн что нам выступать это ездить вот и с другой стороны это выступаешь просто как готовишься чемпионата мира там что-то теряешь каких-то там деньгах до коммерция это все интересно для хайдайвера есть например то парад булла там можно много заработать сколько там если ты в топ-8 какие там порядок цифры какой-то прогуляем также как и здесь 9 и 10 9 здесь чемпионат мира по-моему это призовый фон до 10000 долларов 1 9 8 7 6 и даже двадцать второе место получает 500 ну чтоб как бы не обидно было для участие да да ну не но это как бы шоу он такой назвал где достаточно приличные деньги на только десоли платят по 4000 но драгон в китае тоже там от 4 до 5 по моему а так в основном вот там в обычных шоу полторы тысячи то есть так принципе если хайдайвер то так трудно эту профессию именно прожить то есть это дело для настоящих фанатов да никто как бы на это не живет особо игорь его на обычный тренер в казани работает с молодежью даже со старшими вот артем да артем наверно этим пока живет ну естественно мне уже другие мысли я не буду ничего говорить да потому что на самом деле есть можно всякое здоровье да вот имеется или или заработок но да да что что у нас девушки не уступает не хотят идти на это дело это не можем привлечь вот когда будет база тогда давайте вот обратимся в камеру видео youtube посмотрят многие люди как вот чем и соблазните девушку чтобы они с 20 метров вот оттуда прям прыгнули вообще надо сначала пригласить и потихонечку настроить чтобы все-таки девушки 20 метров это не 27 но все равно это есть сложности я думаю у нас появится ближайшее время ищите селекция проводится будет базой сразу будет и прыгнуть и прыгуней есть такая тенденция в этом в плавании там все переходят на 50 на 100 метров что это легче чем там 480 чем на длинную воду а здесь все-таки прыгать но там все пониже там попрыгаем здесь стандартная 20 мне на 20 27 даже подниматься тяжело где-то в европе проходит соревнования с 20 метров мужчину это такие просто тоже турнир естественно оплачивается не там не такие большие деньги там место там еще сейчас он проходит и ежегодно вести я к тому что масса нет никто особо не не рвется из прыгуна вода если честно вот последнего то нижней приходит потихоньку я говорю нет базы поэтому нет любит будет база замену появилась как вам мальчик выступишь выступление прыжках воду 3 серебра 3 серебра у нас на бронзе и 1 бронза у бондаря да ну я считаю средний потому что ну про девочек понятно это отдельный разговор и там как бы давно уже нету не то что не дали даже набираются с нету финалистов отбор на олимпиаду но во-вторых нет захарова как бы сегодня в момент на нет результатов тоже вот делали синхронных прыжках 5 мать чувствовали эту травму индивидуале вырезали целых по 2 лицензии есть да но без медал я думаю просто кузнецов так привык захару что когда не даже прыгнуть индивидуал сейчас между собой же такие мысли здесь у меня ты ли не поэтому даже прыгал видно было по лицу что мы настроение принципе и первый прыжок он сделал хорошо под который завалил в синхроне 300 мм под себя что-то не пошло не знает нами больше вопрос главному тренеру мысеево я здесь там есть люди которые отвечают за медали в том числе за ну спасибо в том числе за лицензии два последних вопроса как популяризировать прыжки в воду классические во-первых если какое-то там не знаю шоу может еще раз возрождается вышка там что-то слышали насколько то шоу вышка подняла резко интерес я думаю она поднял резко интерес вообще поднял да как бы народ пошел и очень много же открылась клубов в москве да 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 любите гальперин по моему там сеть и люди ходят и мы вот сейчас в настоящее время у нас тренировки проходит в чайке то есть вам можно прийти камеру чтобы люди приходят чайку в москве туда дмитрий саутина седьмого числа в 12 часов дня мы всех приглашаем бассейн чайка находится на парку чтобы люди пришли и попробовали преодолели свой страх захочет там прыгнуть может быть сразу здесь разные ребята и девчонки народа хватает но мы еще раз повторюсь приглашаемся 27 в 12 встречается а если кто-то скажет я хочу там чтобы дмитрий саутина был моим тренером передам по скайпу совет от него получать речь это реально вот или вы так сверху посолим посмотрите олимпийский чемпион нет я же приезжаю я также тренирую как и все остальные тренера когда я москве нахожусь да я также прихожу на тренировку тренирую вместе со всеми здесь ничего такого нет я же такой же человек и тренер когда-то что-то там завоевывал так мы все по земле ходим все общаемся так что нормальные люди стесняться не надо обращайтесь подходите к дмитрию последний вопрос такой вот сейчас на ю тубе я даже не знал этого парня на его почитал там про него статью я обалдел на полтора миллиона подписчиков вот там про прыжки в воду на ю тубе парень это не спитера на какой-то может быть из питера запасной как бы да он президент федерации питера по прыжкам в воду хадавинга нет 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 по прыжкам в воду он президент и сам он прыгает хайдавинга и как вы зовут и сейчас сейчас ю тубин супер популярный он даже по моему комментирует вот сейчас в настоящее время не знаю на каком канале но не распорта редбул комментирует и но уж от чемпионате мира его всегда приглашают бабешкин 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 да да один в один точно воде но он такой он продвинутый такой блогер воде и у него очень много подписчиков и он как бы этим ну наверное зарабатывать живет ну конечно одну популяризирует не только прыжки но и хайдави молодежь и столицы смотрите да его иногда роль конечно почему будет он наш конечно ну что она там обижается на попадает в команду наверное еще вот как бы чуть-чуть и дорос большое дело делать все равно смотрим может раскрыть игорь как не знаю сколько еще продержится пожалуйста там третье место всегда будет открыто ведь еще раз он хочет с хайдавинга прыгать до конь он прыгает тот который youtube логер да знаете какой он ролик запишет сигарет на чемпионате мира уже постоянно и когда на чемпионате мира надо еще попасть отобраться правильно да интрига интрига сразу появился все еще впереди спасибо вам большое и вам тоже а